Еще три недели назад мы с женой собирались развестись и не мог понять, что ей не нравится. Я работаю, я обеспечиваю ее полностью, я не гуляющий, не бухающий. Думаю, что ей надо от меня. В какой-то момент я подумал, что может быть я вообще все делаю неправильно, может быть проблема не в ней, а проблема во мне. То, что я делал, это не работает, потому что это привело меня к разводу. Ну, поставил под вопрос вообще все свои убеждения, все, что я знаю, как делать мне. И начал спрашивать, спрашивать у людей, спрашивать у других женщин, что сделать, как сделать. И знаете, какие советы мне дали они? Удивитесь, вообще ничего заумного. Мне говорят, слушай, подарите цветы. И знаете, что я начал делать? Я пошел и купил цветы. Ее счастья не было пределу. Вот успех от личных отношений. Развод хотела она. Ну, а ты не хотел развод. Да, поэтому ты начал предпринимать всяческие шаги. Ходить и спрашивать у людей, в частности у женщин. Как же мне ее удержать? И какой ответ ты получил? Правильно. Давить. Обеспечивать. Орадовать. То есть, помимо того, что ты просто-напросто являешься адекватным, нормальным мужчиной, этого недостаточно. Ты еще должен перед ней преклоняться. Да, братан, она уже приняла решение о разводе. А то, что сейчас осталось, это временно. Попользоваться тобой, вот этим твоим беспомощным состоянием. И посмотреть, как далеко ты сможешь прогнуться под каблук. Как глубоко.